Запорожье город возле фронта. Тревога у нас постоянно. Это один из городов, где больше всего тревог в городе. Поэтому мы не понимаем, когда нас будет атаковать враг. Поэтому мы должны постоянно быть готовы. Работать в экстремальных условиях реалии жителей Запорожья и гостей города. Пять дней назад был разрушен дом и люди пострадали. Враг гатит и по объектам критической инфраструктуры и в том числе по жилым домам. Запорожье и область – одна из любимых целей для обстрелов российских оккупантов. На протяжении суток мирных людей россияне здесь обстреливают свыше сотни раз. 133 удара по Запорожской области. Поражение потерпели 20 городов и сел на линии огня. Потерпают как близлежащие села, так и административный центр. Обстрелы для Запорожья, к сожалению, обыденное дело. Поэтому можно увидеть такие, как у меня на фоне окна, очень часто импровизированные. Потому что от силы удара, кстати, я тоже была свидетелем в первый день приезда сильных ударов по Запорожью российскими террористами, к сожалению, не выживает стекло. На горожане держатся. Несмотря на войну и постоянные обстрелы, жизнь в Запорожье продолжается. Смотришь на боевое настроение этих людей и понимаешь, Ukraine will win. Украина обязательно победит. Дома отстраиваются после обстрелов. И главное, в Запорожье помнят не только ту беду, которую принесла Россия в их город, но и варварство российской армии в других украинских городах. У всех украинцев одна большая боль, которая называется русским миром. Помнят Запорожье и о пыточной, которую россияне создали в Буча. Забыть поступки россиян сложно. Хотя бы потому, что почти в каждой части города есть разрушения, которые об этом напоминают. А о подрыве Каховской ГЭС напоминает обмелевший Днепр. Сразу после подрыва Каховской ГЭС уровень воды в Днепре в районе Запорожья других городов резко упал. Именно эти водохранилища, этот каскад, он зарегулировал Восток Днепра. Он его искусственно держал на определенном уровне, но после этой страшной катастрофы уровень уже в нижней части не регулируется. И этот уровень оказывает существенное влияние на уровень Днепра и выше по течению. В заключении у россиян на востоке и юге Украины оказались не только украинцы, но и представители других народов и национальных меньшин. Среди них болгары, которые живут на Запорожской земле уже более 160 лет. Большая часть болгарского населения оказалась в оккупации. Это Бердянский, Приморский, Приазовский регион и город Мелитопа. Мы надеемся, что пройдет не так много времени и наш, как говорят, болгарский, там край Приморский будет освобожден. И вновь, так сказать, все программы, связанные с возрождением, развитие болгарской туры, будут восстановлены и будут благополучно развиваться. Представители этих народов также ждут победы Украины, чтобы дальше жить под мирным украинским небом. В начале всей этой базы, всей этой войны были бомбардировки, в результате даже частично пострадали наши здания. Украина обязательно отстроит все разрушенное Россией. Наступит день, когда в Запорожье, как и по всей Украине, прекратятся тревоги. Перестанут гибнуть ни в чем не повинные люди, рушатся дома и судьбы. Этот день и станет концом русского мира, и мы все верим, что он уже близок. Редактор субтитров А.Семкин